И в продолжении темы. Для людей с ограниченными возможностями должен быть доступен и спорт. Причем для тех, кто, например, имеет проблемы со зрением или слухом, не нужно создавать отдельные виды спорта. Их можно вовлекать в самые обычные и всем известные игры. Зачастую детей с инвалидностью в школе отстраняют от занятий физкультурой. Бытует мнение, что ребенок с ограничениями по здоровью не может участвовать в командных играх. Это миф, уверена Маргарита Колпачикова, председатель Коми-Республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов». Чтобы убедить в этом и учителей физической культуры, в Печоре был организован мастер-класс для педагогов. Мы привезли сюда еще один очень интересный проект – это мастер-классы. Мастер-классы для преподавателей физической культуры по включению детей с инвалидностью в занятия физической активностью на уроках физкультуры в обычных школах. И вот сейчас здесь будет происходить некое действие, будет проходить для учителей физкультуры мастер-классы. Но перед этим у нас произойдет такое интересное событие, как передача специального спортинвентаря для Печорской районной организации «Всероссийское общество инвалидов». У нас проходил… Мы выиграли грант у Лукоила. Спасибо огромное Лукоилу. И нам удалось приобрести спортинвентарь для трех районов Республики Коми. Это Ухтас, Сосногорск и в том числе Печора. Звенящие футбольные и баскетбольные мячи помогут детям с проблемами со слухом и зрением принимать участие в командных играх. А игра в бочу даст возможность детям с проблемами в опорно-двигательном аппарате участвовать в спортивной деятельности. Не всегда педагоги знают, чем можно завлечь, например, ребенка, у которого есть непростая форма детского церебрального паралича. Или ребенок, который имеет большие проблемы со зрением. И вот наш спортинвентарь, он как раз и показывает, как можно, применив его, вовлечь ребенка в занятия физической активностью и даже сам всеми вместе в классе. То есть те спортивные мероприятия, те виды спорта, которые мы сегодня будем показывать, они очень интересны для ребят без инвалидности. И мы сегодня за инклюзивные занятия, то есть когда детки с инвалидностью могут заниматься с детьми без инвалидности. Это не принесет им никакого там вреда, урона, потому что вот эти спортинвентарь дают возможность, например, слепым деткам слышать мяч. Они его слышат, да? Это есть и футбол свинящий, есть и баскетбол свинящий, и голбол. Это вообще игра для слепых людей, для невидящих людей. И в том числе у нас здесь есть очень хороший набор такого паралимпийского уровня, это боча, это вид спорта паралимпийский. И он для детей, ну вообще для людей с очень тяжелыми формами, проблемами опорно-двигательного аппарата. И вот те детки, которые находятся и в колясках, ручки немножко слабо работают, ножки, то вот эта вот боча дает возможность им принимать участие, я говорю, вплоть до паралимпийского уровня. Поэтому вот эти виды спорта и вот этот инвентарь мы сегодня покажем. На мастер-классе присутствовали учителя физической культуры со всех школ города и района, чтобы своими глазами увидеть, как можно завлечь детей с инвалидностью в командные игры. Будем надеяться, что в скором времени каждый ребенок в каждой школе сможет посещать уроки физкультуры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!